Обычная легковая машина здесь бы не прошла. Мэра города и нашу съемочную группу просят пересесть в мощный внедорожник. На крутых склонах глава города чувствует себя уверенно. Подбадривает журналистов, срагающих на поворотах. Экстрим. А вот так выглядит стадион на снимках парапланиристов. Больше десятка гектаров площади. Чтобы рассмотреть гоночные треки поближе, и был организован нынешний рейд. В роли гида инициатор большой стройки Сергей Беляков. Заросший бурьяном и заболоченный участок недалеко от деревни Ильинска должен стать стадионом технических видов спорта. Такое решение было принято три года назад. Здесь запланированы 10 гоночных треков, зимних и летних, которые будут полностью соответствовать международному уровню. Развитая инфраструктура, туристический городок, планы у инициаторов серьезные и долгоиграющие. Но пока пройдена только половина пути. Объем насыпного грунта составляет 40-45 тысяч метров кубических. На сегодняшний день мы насыпали порядка 8 тысяч. Только начало насыпки. Мы оказались на одном из главных мотоциклетных треков. Он расположен на участке в 12 гектаров. Длина трассы почти 2 километра. Ее высоко оценили представители Российской Федерации Мотоспорта. Трек вполне соответствует требованиям чемпионата мира. И это хороший задел на будущее. Впрочем, две трассы на стадионе авто и мотогонщики уже опробовали. С февраля по июнь здесь проходили 6 соревнований. Сейчас мы планируемся забраться на уже действующий трек. В прошлом году здесь уже проходили соревнования. В этом году только планируется. Но вот пока ехали, застряли. Пару метров на поводу у бульдозера и рейд по стадиону продолжается. Палки в колеса на стройке вставляет погода. Из-за дождей земляные работы затягиваются. Но из графика строители не вышли. Объекты первой очереди сдадут через два года. За последние полтора года мы смогли доделать трек для мотоциклетного кросса, который соответствует уровню проведения чемпионата мира. К нам в июле месяце приезжала инспекция Федерации мотоциклетного спорта. Выдали нам предписание. Мы готовимся к международной инспекции, которая будет проведена в 2013 году. Третья очередь – это современная зона отдыха. С домиками для туристов и развитой инфраструктурой. Юрий Кузин сегодня убедился – амбициозные планы инициаторов идут в одном ключе с программой города и области. Задача городских властей – помочь развитию технических видов спорта в городе. Они развиваются. Хотим мы того, не хотим. Но развиваются стихийно и создают огромное количество проблем в городе. Стремительно несущиеся мотоциклы между рядами автомобилей, аварийные ситуации постоянно возникают. Поэтому задача городских властей – совместно с такими энтузиастами дать возможность ребятам безопасно для остальных участников дорожного движения, испытывать своих стальных коней, получать адреналин, но при этом безопасно. Цена проекта – 350 миллионов рублей. Деньги огромные. Но и конечный результат обещает быть более чем достойным.